всем привет с вами Ольга Чернова моя огородная азбука сегодня 30 августа этот этот видеоролик я назвала мои неудачи в растительной палатке вот смотрите я в июне получила эту растительную палатку у меня появилось это чудо я еще не знала как и что и я все видео которые снимала предыдущие я ссылки расположу в описании к этому видео я говорила что я посею томаты выращу здесь рассаду пробную партию к новому году потом думаю ну что одни томаты будут попробую еще перчик здесь вырастить хорошо или нет растет но смотрите и с перцем и с томатом у меня получился ну короче неудача на перец напала тля я сегодня уже сняла видео как я эту тлю уничтожила и так как я с этими заказами с этими семенами с урожаем просмотрела тлю ее очень много образовалось но я думаю это не критично я вот всю ее взрослую уничтожила сейчас если выведется из личинок новая я механическим способом прям с листиков буду так сгребать очищать теперь я буду смотреть за ним потому что я вижу что перчик мой дал здесь очень хороший урожай перчины висят огромные наверное сочные сладкие один куст вообще вызрел а вот тот который был совсем уродливый но и даже дело не в этих вызревших перчинках дело в том что он там дал очень много бутончиков он из замураша превратился прям хорошего в такого крепкого перчика стволики у него утолщились все толстые стали я сейчас думаю немножко подкормить его и пусть он вторая волна будет эти перчины сниму обрежу вот эти красные которые тянут все равно с него соки и он пустит все свои силы на образование на цветение на образование новых плодов а с томатами вообще у меня получилось еще хуже тут ладно тлю я сейчас удалю и растет когда я собиралась сеять вот она в июне пришла я не долго думая тут же взялась за посев в июле я уже посеяла рассказала вам какие сорта выбрал почему но я не подумала и сказала что я вот сейчас буду выращивать рассаду как раз попробую как она растет нравится здесь условия или не нравится и к новому году томаты получу все посеяла и забыла вот они растут потом когда они уже через какое-то время я подошла к ним а посеяла реденько но чтобы пикировать попозже чтобы дольше смогли они в одной ну как в одном лоточке и тут на меня обрушился урожай и мне было сильно то и некогда за ними смотреть и когда я подошла к лотку я с ужасом увидела что на моей рассаде на томатной уже помидорки висят то есть я выбрала сорта детерминатные низкорослые и и не подумала о том что у многих из них утренет посеяла очень короткий срок созревания 70 дней и они уже через два месяца они к новому году у меня и завяжут плоды и некоторые вызреют и сейчас я вам покажу что помидорки уже висят я даже их не стала все оставлять и пикировать ведра я вот просто для образца там один воткнула два дело в том что вот эта первая партия она оказалась мне не нужна потому что я уже говорила что я еще от летних томатов не могу отбиться мы еще тот урожай сказать и никак не можем перетаскать переработать еще в уральской теплице и еще в чудо теплицы еще везде томаты растут а тут уже новый урожай и получился у меня не к месту но это я сама виновата я не подумала что сеять нужно было немножко ручки то чешутся но нужно было успокоиться и посев сделать намного позже возможно даже вот сейчас в сентябре буду сеять еще раз чтобы подгадать чтобы именно было зимнее выращивание чтобы именно было к новому году в январе а не в сентябре когда еще и старые урожаи есть сейчас сниму камеру я покажу вам какие уже помидорки ну и вот оказалось что первый блин комом и первый посев который я поторопилась посеять он оказался очень ранним и совсем не зимним а как бы летний осенним что вот они у меня уже в августе с томатиками были и нужно было мне высчитать все но теперь сейчас у меня уборка урожая уже заканчивается можно сказать я сейчас в сентябре числа 10 15 посею еще раз посею эти же детерминатные сорта тоже которые низкорослые они потому что не вытягиваются в рассаде они ну больше мне нравятся толстенькие такие у них плоды не крупные как игрушечки 100 граммовки они мне как раз подойдут они декоративно более красивые и я начну все-таки с них потому что они неприхотливые они самые простые но вот для тех кто интересовался у меня люди же спрашивают вы посеяли покажите что посеяли то то что я посеяла первый раз мне не пригодилась единственное что сейчас у меня здесь перец хороший вот он остался у нас ночи уже сейчас холодные 10 8 градусов так что на улице перец уже скоро прекратить свое существование да и тот который рано был посажен в теплицах он уже почти весь у нас отплодоносил буду выращивать вот этот перец пока но сразу скажу что условия выращивания конечно им здесь нравятся если бы я за перцем ухаживала еще не было бы здесь тли то он вообще даже уже может быть цветочки вторая волна бы началась но вы понимаете что он у меня был просто как можно сказать брошенка я его по принципу посадила забыл поставила сюда и все полила несколько раз а так все прекрасные плоды формируются хорошо я надеюсь и цветки зацветут сейчас покажу бедные помидорки под которые оказались мне не нужны вот в ящичке с рассада я обнаружила что они уже отсвели некоторые вот с такими помидорками пока я бегала с семенами с урожаем эти ультра скороспелые уже начали плодоносить конечно получить урожай в сентябре мне и не нужно было я не так не планировала поэтому буду сеять вторую партию на эти у этих судьба плачевная никому они оказались не нужны помидорки конечно жаль но это эксперимент а в ходе эксперимента всегда получается ну что то не так я почему делаю вот один посев потом второй посев потому что раз у меня появилась эта палатка это значит она же не будет простаивать это значит что не только рассаду я буду выращивать январь февраль март значит и зимой я хочу приспособиться может быть сейчас посею какой-то салат в ведерко чтобы была зелень значит и зимой я буду здесь тоже стараться вырастить какой-то зимний урожай сейчас подберу много вот таких сортов для комнатного выращивания вот этих всяких ну как для балконного огород на балконе она у меня будет значит работать в полную мощность весной будет здесь рассада летом месяца два будет пропуск а потом вот так вот сейчас срок посева точно определю в сентябре буду сеять например томат для нового года и салатики различные там и зелень хочу чтобы это вот палатка вот этот growtent у меня зимой когда откроешь этот полок чтобы он здесь весь благоухал чтобы была зелень чтобы висели вот такие красивые спелые перцы чтобы были маленькие помидорки пусть не столько еды для еды сколько вот для такого для наслаждения глаза для душевного такого для радости откроешь а тут лето а тут райский сад может быть даже есть их не будешь просто любоваться как медитация до свидания ну и